Доброе утро, коллеги! С вами Исааков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Начинаем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар мы видели вчера движение в область 1.11. Пока пара не ушла ниже этого значения, поэтому говорить о начале коррекции пока еще мы не можем. Но ближайшая цель по движению данной пары находится в обновлении максимумов 1.12.67. И сегодня с утра уже мы видим, что пара торгуется в области 1.12.43. На текущий момент тенденция на укрепление по паре евро-доллар также остается в приоритете. Пара британский фунт, американский доллар вчера во второй половине торговой сессии уходила ниже отметки 1.29.64. К концу закрытия дня вернулись выше этой отметки. Сегодня день продолжается также уже на повышение. Важный уровень, который здесь стоит отметить на текущий момент для того, чтобы отслеживать пробитие предыдущего максимального значения, это область 1.30. Именно после прохождения данного значения мы сможем говорить о возобновлении уже краткосрочной тенденции на повышение. Краткосрочность сейчас пара британский фунт и американский доллар снижается. Пара австралийский доллар, американский доллар находится на текущий момент все еще в восходящем тренде, в восходящем движении. Один из признаков того, что пара не может уйти выше. Мы сейчас видим сегодня с утра подход в область 75.16. Не может пара преодолеть отметку максимума, который был 23 мая. Напомню, что вчера был уход ниже значения 74.65, что является первым косвенным признаком того, что тенденция на повышение, прошу прощения, может подойти к своему завершению. И пара австралийский доллар продолжит движение уже в сторону более крупного тренда. Отмена данного сценария произойдет в том случае, если пара все же сможет закрепиться за областью 0.75.18. Пара американский доллар, канадский доллар продолжает свое нисходящее движение. На текущий момент мы видим, что пара торгуется уже в области 1.33.90 и тренд на понижение сохраняется. Ближайший коррекционный уровень по данной паре мы можем отметить на максимуме, который был зафиксирован вчера. Напомню, что уходили выше максимума 23 числа, но к концу торговой сессии уже обновили минимуму 23 числа и следующий импульс уже продолжился на понижение. Поэтому на текущий момент ближайший разворотный уровень по данной паре находится в области 1.35.40. Пара американский доллар и японская иена в среднесрочной перспективе находятся в тенденции нисходящей. Краткосрочно вчера первую половину торговой сессии пара подрастала, доходили до отметки 112.12. К концу торговой сессии, уже после важных событий, которые выходили в американскую сессию, мы видим, что цена уходит ниже значений, которые мы видели на открытии рынка вчера утром. И на текущий момент мы можем говорить о возобновлении тенденции, нисходящей в краткосрочной перспективе, так как цена уходит ниже минимума вчерашней торговой сессии. Для подтверждения нам необходимо увидеть закрепление ниже отметки 111.46, это минимум, который был зафиксирован вчера. Уход выше отметки 112.11 уже может нам дать подтверждение на продолжение краткосрочного восходящего движения по данной паре, по данному активу. Пара евро-фунт также находится в восходящем тренде. Вчера подходили к отметке 0.85.98, это минимум, который был 22 мая. Уйти ниже данного значения пока не смогли, поэтому на текущий момент тенденция на укрепление остается в приоритете. Уход ниже данного уровня сможет нам сказать о изменении тенденции на нисходящую. Индекс DAX продолжает свое краткосрочное восходящее движение, то, что мы можем отметить на часовом таймфрейме. Индекс ушел выше отметки 12.639, это мы видели 22 мая, и на текущий момент тенденция продолжается. Ближайший уровень, который мы отмечали ранее, находится в области 12.586. Уже после закрытия сегодняшнего торгового дня, в зависимости от того, где закроется торговая сессия, будет ли обновление локальных максимумов 23 мая, либо мы уйдем ниже отметки 24 мая, уже можно будет говорить о ближайших коррекционных уровнях и их перемещении. Но об этом мы поговорим уже более подробно в обзоре, который будет завтра. На текущий момент коррекционный уровень находится в области 12.586, это минимум 23 мая. Золото также на текущий момент продолжает свое восходящее движение. Не смогли 23 числа обновить максимум 18 числа, поэтому сейчас мы видим по золоту движение в боковом тренде. Также тот минимум, который был зафиксирован 19 мая, вчера к нему подходили вплотную, но уйти ниже данного значения не могли. Поэтому на текущий момент тенденция на укрепление золота также остается в приоритете, по крайней мере до тех пор, пока золото торгуется выше отметки 1246 долларов за тройскую унцию. Нефть марки Brent продолжает свое восходящее движение, ближайший коррекционный уровень остается на минимуме 23 мая. Ближайшая цель – это уход выше отметки 5451 и закрепление за данным уровнем. Ну и индекс доллара на текущий момент также тенденция сохраняется, тенденция преобладает на снижение, и ближайший коррекционный уровень по данному активу находится в области 97.37. Ближайшая цель – это также обновление локальных минимумов, минимумов которые были 23 мая, и закрепление за данными уровнями. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание, с вами был Исааков Роман. Ваши вопросы оставляйте под видео, пишите комментарии, и увидимся на следующем обзоре. Всем спасибо и до свидания.